Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Дарина, я практикующий психолог, и это будут необычные реакции. Если вы интересуетесь психологией, любите музыку, то, пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня мы будем делать обзор на песню So Far Away, BTS. Очень такая песня сложная, тяжелая, она, конечно же, требует именно тщательного разбора. Все подробности будут позже, давайте сейчас начнем слушать с русскими субтитрами. Субтитры делал DimaTorzok Ну вот уже в самом начале мы с вами видим, как Шуга описывает наверняка собственное состояние, когда он находился в поиске себя, и вот эти слова, что это так паршиво, когда у всех есть мечта, цель, все куда-то стремятся, а ты абсолютно потерянный, ты не знаешь, для чего ты родился в этой жизни, к чему у тебя есть призвание, чем тебе заниматься. И это очень здорово, когда человек, который прошел подобные испытания, может выразить это состояние через творчество. Я думаю, это вообще наше высшее предназначение, что человек способен свои чувства довести до такой высокой степени и облечь все это в красивую музыку, песню, картину и так далее. Ведь только человек может что-то создавать, искусство, творчество, это то, что нерушимо, это то, что делает нас бессмертными. И вот здесь Шуга как раз-таки обращается к нам через эту музыку, что если вы находитесь в подобной ситуации, то даже из этого, как казалось бы, ада можно выбраться, если мы начнем искать себя, искать помощи, искать поддержки. И в частности психотерапия – это один из инструментов для того, чтобы выйти из этой, вылезти из этой ямы. Мы сегодня с вами будем говорить именно про депрессивное расстройство. И так как вот эта потеря себя, очень часто это происходит, начинается, да, это такая перестройка именно в подростковом возрасте. Мы впервые сталкиваемся с этой ямой, с этой бездной, с этой беспомощностью, потому что до 13 лет ребенок, в принципе, находится под опекой своих родителей. И он как бы себя еще не настолько сильно себя осознает, да, что он самостоятельная единица, у него есть некое призвание, собственное мнение и так далее. Он находится в слиянии с мамой и папой, с близкими ему людьми, и, конечно же, он полностью отождествляет их ход мышления, да, и их паттерн поведения, он просто повторяет, копирует. И мы так созданы, это нормально, это развитие любого абсолютно человека. А вот уже в 13-14 лет у нас возникает внутреннее сопротивление, бунт, осознание, что у меня есть собственное мнение, и то, что тебе говорят извне, в частности, родители, оно никак не состыковывается с твоим внутренним мироощущением. И вот если вы столкнулись с подобными чувствами, потому что, конечно же, не все проходят тяжелый этап, кто-то очень гладко, очень в таком хорошем резонансе со своими близкими, как бы, скажем так, везунчики, им повезло, они слушают родителей, а родители умеют слушать своих детей. И в этом случае происходит такая сонностройка, и ребенок действительно выбирает свое призвание, свою профессию, да, по душе. То есть не то, что его заставляют или говорят, что ему делать и как ему жить, а родители прислушиваются к его талантам, к его способностям, вообще к его мнению. У него есть право голоса, и тогда ребенок легко выходит во внешний мир. Сейчас не буду забегать вперед, давайте послушаем. Просто сейчас хочу вас немножечко окунуть в это состояние депрессии. Почему так происходит с людьми? Потому что чаще всего это связано со семейными сценариями, когда ребенка не слышат, ему не дают правильную модель поведения, где ребенок имеет право проговаривать свои чувства, отстаивать свое мнение, спорить, противоречить с родителями, потому что только в семейной системе он учится себя осознавать. И это никак неизбежно, если мне все это было запрещено, то есть мне не разрешали высказываться и спорить. Подавляли эти чувства, и ребенок очень сильно проживает такую безысходность, что мое мнение никому не нужно, все равно меня никто не услышит, и тогда, конечно же, можно впасть в подобную депрессию. Ну или же депрессия может возникнуть после определенной травмы, если случилось какое-то сильное переживание, потрясение, смерть близких людей, либо какая-то травма, тяжелое заболевание, ну и так далее. Что-то трагичное происходит в семье, в близком круге, и тогда, конечно же, ребенок, подросток, да и просто человек любого возраста, конечно же, будет подвержен к состоянию депрессии. Слушаем дальше. Вот посмотрите, мы тут имеем уже дело с алкогольной зависимостью, и даже если ребята проживали этот опыт, это тоже нормально, да, все, что естественно, то есть имеет место быть. А почему человек прибегает к наркотикам, к алкоголю, либо к пищевому расстройству? Это все формы зависимого поведения. Когда у человека возникает очень сильное внутреннее напряжение, то есть этот стресс его подавляет, то он по-любому начнет искать выход. Мы живые, мы не можем пережить этот энергетический такой блок, и, конечно же, мы начинаем либо курить, либо пить. И вот заметьте, есть люди, наверняка все практически пробовали, да, либо легкие наркотики, как марихуана, там те же сигареты, или же алкоголь. И есть люди, которые пробовали более тяжелые наркотики, но зависимое поведение формируется абсолютно не у каждого. Задайте себе вопрос, а в чем же отличие? Почему у одного человека, который попробовал алкоголь, и он пристрастился, и уже алкоголь побарывает, да, становится неким хозяином его ума, и полностью человек становится зависимым? Либо наоборот, человек очень легко это контролирует, он хочет пьет, хочет не пьет, и абсолютно спокойно к этому относится. И здесь уже будет ответ скрыт, опять же таки, в том ресурсе, который был заложен еще с самого детства, с того фундамента, о котором я говорила в предыдущих видео, про отношения с мамой. Если вы хотите узнать поподробнее, посмотрите мои предыдущие ролики на моем канале. Итак, у нас появляется алкогольная, либо наркотическая зависимость, в том случае, если у меня нет некой подушки безопасности, позитивного мышления, или же счастливых переживаний. Когда ребенок, подросток наполнен реальным опытом позитивных эмоций, связанные эти эмоции с людьми, то есть с друзьями, родителями, близкими, с некими собственными достижениями. Вот ребенок в прямом смысле напитывается этой энергией, межнейронные связи крепчают, которые отвечают за состояние счастья и радости. И тогда в этом случае ему нет нужды употреблять какое-то химическое вещество, чтобы поддерживать состояние стабильности, радости и просто хорошего настроения. Вот если у ребенка очень много негативных переживаний, и он очень сильно к ним привязан, то есть он снова и снова проигрывает эти негативные сценарии, то тогда человек вынужден обращаться к психотропным веществам, чтобы погасить тот колоссальный уровень внутреннего напряжения, который возникает у него из-за прошлого негативного опыта, который длился очень долго. Слушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень трогательный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, я хочу взорваться на месте. Вот здесь он попадает, да, Джангкок попадает в негативную ситуацию. Вот когда человек внутри очень сильно напряжен, и он как будто ищет и притягивает к себе неприятности. Это действительно так. Почему когда мы... По сути, человек всегда отражает те события, которые вокруг него происходят. И вот если я весь внутри напряжен, я не принимаю эту жизнь, да, мне все не нравится, мне плохо внутри, то я как будто начинаю притягивать вот таких людей, а на улице со мной начинают происходить плохие ситуации, я попадаю в плохую компанию. Все начинается изнутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы позже будем в конце говорить о том, как выйти из состояния озлобленности, вот то, что сейчас поет Шука, да, что я зол, и я никак не могу выйти из этого состояния. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА